ДИАЛОГ ДИАЛОГ Естественно, вопрос тоже очень наболевший. Много звонков от наших зрителей, много вопросов о том, где, когда и что будет делаться. Естественно, иногда и не очень такие вопросы бывают. Благожелательные, так скажем. Но, тем не менее, будем говорить на эту тему. Пока, наверное, вопрос о том, что сделано, ну и что планируется сделать в оставшиеся два месяца нынешнего года. Сколько квадратных метров отремонтировано, построено и так далее. Ну, в этом году на территории района мы уже на сегодняшний день отремонтировали за счет разных источников сил и средств 529 тысяч квадратных метров дорог. Что составило примерно 67,5 километров, если смотреть в километраже. Ну, это и региональные, и федеральные. Да, это включается несколько видов. Это федеральные дороги, региональные и наши местные. Которые у нас также и на территории города Щелково, и на территории городских и сельских поселений. Ну, а вот как объяснить все-таки, вот я говорю, километраж имеется в виду этот абсолютный, да? То есть это может быть какая-то узкая дорога, так скажем, внутри двора или... Ну, это мы не... В данном случае мы не учитывали в этой цифре именно внутриквартальные дороги, да? Мы их обычно считаем, как водится, в квадратных метрах. Потому что дорога-то она прямая, а внутриквартальная часть она у нас может быть извилистой. И вполне по нашим техническим паспортам так все-таки проще. Так все-таки проще. Вот. Но во всяком случае, то есть объем мы этот сделали. Еще у нас осталось закончить еще 33 тысячи квадратных метров. В этом году. В этом году, да. Максимально сейчас люди работают, подрядчики работают в несколько бригад. Максимально стараются закрыть этот объем в связи с тем, что погодные условия у нас сейчас соответствующие. Но все-таки приходится работать. Мы успеем сделать, уже и снег пошел, и подмерзло все. Ну, как сказать, это несущественно повлияет на срок службы этих дорог, этих покрытий. Но я думаю, в рамках гарантийных обязательств следующего года мы какие-то совершенно острые моменты будем исключать. Но в любом случае закончить надо. Ну, вот вы сказали 500, ну, будем считать, да, 550 фактически, да, тысяч квадратных метров. Очень впечатляющая цифра, особенно если сравнивать с прошлыми годами, в общем-то, наверное, в несколько раз меньше ремонтировался. За счет чего, за счет каких средств, естественно, удалось повысить объем работы? Ну, то есть в этом году получилось так, что и федеральные службы запланировали большой объем работ на территории нашего Щелковского района. Это было отремонтировано Щелковское шоссе от МКАД до нашего 4-го поста, до поста 4-й роты ДПС. Существенно, участок длиной в 15 километров, было уложено новое асфальтовое покрытие щебеночно-мастичное, вот. Отремонтированы остановочные павильоны, нанесена была полностью новая разметка, вот. Далее, по региональным дорогам удалось выстроить отношения за прошлые периоды таким образом, да, что в этом году у нас в план ремонта 23,5 километра. У нас получилось 10 региональных дорог, это не считая объемов ремонта картами, то есть на их же территории. Вот. Основным, так сказать, показателем в объеме послужила замена дорожного полотна на дороге Щелково-Фрянова. Вот. Это у нас получилось порядка 130 тысяч квадратных метров. Существенный объем был заменен асфальт обычной марки B2 на также щебеночно-мастичный, вот, что существенно увеличилось. Максим Александрович, перебью вас, у нас есть первый звонок, вернемся еще к этой теме, подробно расскажете. Давайте лучше послушаем нашего зрителя, потом вернемся. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, зовут меня Елена Викторовна, я из поселка Хотово. У меня два вопроса. Значит, первый вопрос, который я хочу поблагодарить управление транспорта и связи, администрацию Щелковскую, за то, что через поселок Хотово пустили автобус номер 9. Ведь мы очень этому благодарны. У нас много лет не было транспорта там, потому что все связано с железной дорогой. Вот, это первый вопрос. Мы очень благодарны вам. А второй вопрос, значит, неоднократно, тоже поселок Хотово, школьный тупик и переходящий на третьей малопрудной. Неоднократно были написаны заявления о том, чтобы подсыпать ямочную дорогу. Ну, неоднократно все время только градируется дорога, но подсыпкой никто не занимается. То есть, который есть грунт, он и то и счищается. Очень просим вас подсыпать нам на школьный тупик и на третий малопрудный проезд. Будем очень благодарны вам. Спасибо. Спасибо, Елена Викторовна. Планируется что-то делать в Хотове? Да, в настоящее время у нас есть возможность отсыпать дороги частного сектора с фортепетонным гранулятом, так называемой крошкой. И по мере поступления также звонков к нам в управление, звонков на горячую линию, на портал Добродел, с которым мы сейчас активно работаем, мы по мере возможности и наличия этого материала производим отсыпку дорог частного сектора. Ведь ремонт у нас все равно проходит по принципу от центра к периферии и порой работы по переустройству покрытия, как грунтовое в щебененное и щебня в асфальт нам не удается выполнить так бы, как хотелось. Учитывая даже некоторые просьбы жителей, которые уже тянутся из года в год, только ввиду того, что они находятся далеко от центра, а у нас здесь еще работы еще очень много. Но пока есть возможность, мы выполним вашу просьбу и на следующей неделе, я думаю, мы уже туда технику к вам вышли. Спасибо. Давайте вернемся все-таки тогда к теме Фряновского шоссе, Шелково-Фрянова. Я вот тоже ездил и летом, и осенью как раз уже, когда работы велись, особенно было интересно ощущать, асфальтировали, так скажем, сперва одну сторону дороги, потом другую. И, допустим, едешь туда по части новой дороги, обратно по старой. Конечно, заметна разница очень сильно, поэтому, если мы чуть подробнее начали, что это за такой состав асфальта особый, насколько он надежнее и, может быть, дешевле или дороже. Да, он сам по себе, сам по себе эта смесь, она стоит дороже, чем традиционно использующий асфальт и бетон, но эта дороговизна перекрывается слегкой свойствами данного покрытия. То есть, оно меньше, то есть, оно не, как сказать там, правильно, то есть, оно очень устойкое к износу. Поскольку у нас 6 месяцев в году зима, щема используется, крупная фракция, да, то дорога меньше изнашивается, ее намного удобнее ремонтировать, да. Во-вторых, трещин таких и выбоин, и ям на ней уже не образуются. Вот, и технология ремонта этих трещин и ям, она уже немного иная, вот, нежели традиционный ямочный ремонт картами. Вот, еще что хотелось бы отметить, то есть, в рамках ремонта этой дороги попали еще также все заездные карманы к остановкам, которые были в ужасно плачевом состоянии. Сами, сами остановочные павильоны были тоже приведены в порядок. В том числе, поскольку сама дорога, она проходит по городским и сельским поселениям, и там же по линии ее хода тоже было все отремонтировано. Также, несмотря на разметку, обновлены пешеходные переходы. То есть, существенно увеличив жизнь этой дороги, мы будем надеяться, что это поможет, новые методы ремонта помогут нам избежать каких-то проблем с ее эксплуатацией в будущем. Ну, а перспективы этой дороги, я имею в виду, что у нас дальше идет за Малое бетонное кольцо, да, уже, соответственно, Огодневское поселение и дальше до Френа. По предварительному плану, да, который утверждает Мосавтодор, они хотят дорогу эту закончить, а закончить в следующем году. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет, правда, снимали мы его еще летом, в конце июля, но тогда очень зато наглядно можно будет посмотреть, как делались дороги. И уже как раз узнаем то, что сделано, и зрители наши узнают, ну, и, соответственно, потом еще поговорим о том, что будет сделано. Итак, давайте посмотрим видеосюжет. В этом году у жителей района стало меньше причин для жалоб. Активный ремонт дорог ознаменовал весенние и летние месяцы. Местному бюджету помог Дорожный фонд Московской области. А оценить результат работы приехали главы города и района вместе с депутатами. Одна из первых точек объезда – деревня Леониха. Дорога к расположенному там кладбищу давно нуждалась в реставрации. Сейчас здесь новый ровный асфальт. Толщина его покрытия достигает 7 сантиметров. Однако есть и некоторые проблемы. Там нет абсолютно парковки для гостевого транспорта, ну, для того, чтобы люди могли приехать, оставить свою машину, подойти на кладбище. Проблема, конечно, осложнена, и она осложнена давно, потому что в свое время в частные руки попал участок земли, который был рядом с кладбищем. Тогда оно еще не было оформлено. И, к сожалению, вот эти вот частники, они заняли большую часть земли. Но я думаю, что мы найдем путь решения этого вопроса. Парковку, кладбище очень нужна, она обязательно будет. Муниципальные трассы в этом году получили более 25 миллионов из городского бюджета. Ремонт произведен по 10 улицам. Долгожданным для жителей Щелково-7 стал ремонт дороги по проспекту в 60-летие октября. Ремонтируют дорогу на Шмидта. Здесь, помимо укладки нового асфальта, дорожники обещали выкроить место для парковки автомобилей. Осмотрела комиссия и участок Щелковского шоссе. 15 километров федеральной трассы подлежит ремонту в этом году. Здесь уже переложили асфальт, поставили новые остановочные павильоны. Глава района обратила внимание на то, чтобы их оборудовали для маломобильных групп населения. Также одной из проблем является отсутствие тротуаров. Ну вот уже какие-то ответы на вопросы прозвучали в репортаже о том, что сделано. Хотелось бы узнать о том, что еще делается как раз после того, как снимали репортаж. Это уже последние 2-3 месяца. Ну и в городском поселении Щелково, и, естественно, может быть, в соседних поселениях. Да, вернемся к теме региональных дорог. Благодаря взаимодействию с ГУПМО с Автодором у нас в план была включена улица Центральная. Изначально у нас была улица Центральная и также тротуар по всей ее протяженности. А улица Центральная была от Комарова до улицы Пушкина. Вот. Затем, после того, как произведен был ремонт, была проведена определенная беседа в кабинетах. Вот. И было решено в дополнительный план включить остаток улицы Центральной. Вот. Сейчас там также лежит щебеночно-мастичный асфальт. В сторону Соколовской. Да. В сторону Соколовской, да. Осталось нам было дождаться, пока отыграют необходимые конкурентные процедуры и подрядные организации выйдут на тротуар. Вот. В настоящий момент тротуар уже закончен. В принципе, вся улица Центральная, основной дорожный ход завершен и нанесена разметка. Вот. Осталось только на тротуаре установить в некоторых местах барьерное ограждение. Это для безопасности пешеходов. Да. В том числе, да. Для безопасности пешеходов. Ну и вообще. То есть у нас все дороги делались практически с упором на какие-то новые меры безопасности ее. Вот. В частности, хотел бы еще отметить, как сказано было в сюжете, улица Шмидт, да. У нас открывается... Ну, Шмидт пока еще не доделано, пока перинатальный центр не достроили. Перинатальный центр, он уже сдается в декабре, он подлежит сдаче, да. И для того, чтобы примитивные меры принять, да, там пришлось предусмотреть, да, парковочные карманы, потому что очень большая пропускная способность этого перинатального центра. Помимо этого, по улице Шмидта у нас будут работы продолжены. То есть от улицы Зубеева до улицы Пушкина мы планируем провести ремонт тротуара этой же улицы и сделать еще расширение для удобства жителей, парковочных и посетителей, в том числе перинатального центра, чтобы всем хватило места. Плюс еще до этого, в 2015 году, была проведена реконструкция улицы Зубеева. Ее расширили, также сделали парковочные места. То есть перинатальный центр у нас, когда запустится, по идее, должен быть обеспечен. Для того, чтобы у нас там не было столпотворения автомобилей и у пациентов. Ну, Зубеева в любом случае много машин, потому что там, с той стороны, заезд во вторую больницу. Чаще всего там люди паркуются. Вот. Что хотелось бы еще сказать по региональным дорогам. Улица Заводская. У нас было полностью заменено дорожное покрытие. Вот. Первый советский переулок. Установили новый остановочный павильон в конце улицы, напротив памятника. И также поменяли критичный участок дороги. И плюс еще там осталось доделать тротуар. И дороги. Улица Фрунзе. Про нее отдельно. То есть, которая идет в сторону Щелково-7, микрорайона Богородский, Финский. Вот. Тоже было заменено дорожное полотно. И там осталось еще выполнить асфальтирование площадок для общественного транспорта. А также произвести устройство тротуара, который там крайне необходим жителям. Поскольку это просьбы неоднократные и не одного года. Вот. В этом году до 15 ноября нам обещают все сделать. Если можно, вот у меня вопрос тоже недавно проезжал совсем. Ну, как недавно, где-то с месяца назад. В середине сентября еще, правда, да, уже полтора месяца. По Институтской улице. Вот. Вроде меняли покрытие, насколько помню, год назад. Летом 15-го года. Спустя год то же самое. Сейчас вот в середине сентября. В конце сентября снято было покрытие. И вроде снова собрались асфальтировать. С чем это связано? Это вроде бы не каждый год. Раньше-то она совсем была в жутком состоянии. Потом стало более-менее. Смотрите, через год опять стали. Ну, по улице Институтской я бы хотел отметить ее позже, когда будем говорить о программе ремонта военных городка. Вот. Так бы хотел, хотел бы вернуться в город, да. В этом году заменили дорожное покрытие на улице Пушкина. На улице Пушкина. Также в 15-м году там, по-моему, четной стороне было уже заменено покрытие тротуара. В этом году мы закончили на другой стороне. Вот. Что характерно, у нас улица Пушкина, там не только РДК, да, всеми щелков своими любимыми, но еще эта дорога к станции Воронок, которая один из крупных в городе транспортный узел. Вот. Также была переиначена схема движения общественного транспорта по Воронку. Воронку, да. Воронку, да. Вот. И проведены соответствующие работы. Теперь там стало гораздо удобнее. Появились еще поперечные тротуары, появились новые зоны перехода дороги. То есть теперь пешеходы у нас по дороге не ходят. Они идут по тротуару. Вот. Разделены стоянки социального и коммерческого транспорта. Вот. В общем, такая вот была проведена работа по... По улице Пушкина как раз пешеходы, я думаю, больше всего любят ходить по центральной части, даже не по боковым тротуарам, а по центральному бульвару. По центральной части, да, центральную часть еще в будущем году, я надеюсь, там тоже по ней произойдут изменения, но об этом пока говорить рано, все равно. Максим Александрович, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, меня зовут Василий Данилович. У меня такой вопрос. Очень большое количество машин, стоящих на обочинах возле железнодорожных станций, в частности, вот на станции Чкаловская. Как-нибудь решается вопрос строительства перехватывающих парковок на станции Чкаловская, в частности, и будут ли перспективы на других станциях, там, Щелково, Воронок и так далее? Спасибо. Спасибо, Василий Данилович. Вопрос готовы ответить? Со станцией Чкаловской мы вопросы решили в этом году, там в настоящее время проводится работа по устройству перехватывающей парковки, если я не ошибусь, 1350 квадратных метров. Вот у нас будет парковка. Поскольку постоянно, постоянно перед станцией Чкаловской, с другой стороны, станции Чкаловской уже есть перехватывающая парковка, да, и была необходимость устройства. То есть предусмотрели эти работы мы в середине года изыскали из средств экономии, и вот в конце, так сказать, периода нам ее удалось все-таки реализовать. Это будет гораздо, я надеюсь, удобнее не кидать машину на газон, а именно ставить ее на специализированную парковку. Ну, пока в этом году у нас перехватывающая парковка будет в единственном экземпляре, к сожалению. Это на Чкаловской? Это на Чкаловской, да. Также будем еще рассматривать на следующий год вопрос. У станции Бахчеванжи, там сейчас проводятся капитальные ремонты остановочной платформы, там сейчас производится строительство новой временной. Вот мы там немного на улице Беляева в этом году тоже поработали. Кстати, отметить то, что все проблемные участки улицы Беляева, они были в этом году полностью заменены, как и подъезд к самой воинской части, так и дальше по ходу дела. Вот дальше уже будем рассматривать, как будут идти работы у железнодорожников, с каким темпом, там уже мы будем рассматривать тоже устройство парковки на Бахчеванжи. На станции Щелково у нас расположено, ведется строительство торгового центра. Мы общались с застройщиком, он планирует у нас уже перейти в следующем году на стадию благоустройства. То есть внутри отдельных числа работы это как бы нас не касается по большей части, нас интересует только, что вокруг него будет. Вот сейчас они готовят схему организации дорожного движения, и в следующем году, рассмотрев предложения собственника центра, а также привнестя свои, мы будем над этим участком работать. Еще один звонок у нас. Слушаем вас. Добрый вечер. Сергей Михайлович, добрый вечер. Максим Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Значит, у меня к вам, грубо говоря, три обращения. Первое. Значит, в сторону Фрязева, вы сделали нам прекрасную дорогу, пешеходный тротуар. Значит, от мемориала до дорожного участка тротуар. Хороший тротуар, высокий. Но, так как тротуар расположен очень близко к проезжей части, и когда по правой стороне едут машины, тоже снег, то все нас полностью обливают. То есть предложение сделать еще одно пониже заграждение, чтобы машины нас не обливали. Поняли смысл? Смысл ясен. От мемориала до дорожного в сторону Фрязина сделать еще одно ограждение. Смысл ясен. Ваше предложение учтем при формировании плана. Теперь второе. Значит, Максим Александрович, если ехать назад из Фрязина от дорожного до мемориала, должен быть, раньше у нас пусть пешеходный, но был тротуар. Очень бы хотелось, чтобы его восстановили от дорожного до мемориала. Потому что от дорожного до татарского кладбища не дойти, а назад, если идти, то тоже очень далеко и неудобно. Почему-то, ну хотя бы какую-то тропинку сделайте. Там, конечно, болото, но вы мастера, подумайте. Очень бы хотелось, чтобы восстановили этот тротуарчик. Спасибо вам за предложение. И третье, последнее. Значит, ливневую канализацию вывели все на учебный участок лесотехнического колледжа. Вот здесь лесок, который, грубо говоря, находится напротив татарского кладбища. Понимаете? Это для детей, которые учатся в колледже, это опытно. Я уже по этому вопросу работала. Вы знаете, что сделали? Приехали еще глубже, выкопали канаву. И теперь дубы и все деревья у нас гибнут. И там постоянно стоит вода. А хотя там дальше, в сторону мемориала, есть колодец, есть ливневка. То есть надо по этому вопросу тоже поработать. Ну, спасибо за предложение. Спасибо за предложение. По вопросам ливневой канализации особенно. Ну, здесь, я думаю, даже и отвечать нечего. Потому что предложение жителей остается только обсудить. И возможно ли их как-то реализовать. Ну, давайте продолжим. Значит, мы говорили об улице Зубеева, о парковках. Кстати, хочу отметить, что буквально совсем недавно, где-то, наверное, с месяца назад, глава Госадмотехнадзора Московской области Татьяна Витушева говорили как раз о парковках вдоль дорог. И вот наш район, Щелковский район, вошел в тройку лидеров среди всех муниципальных образований Московской области по количеству автопарковок вдоль дорог. Ну, имеются в виду и перехватывающие парковки. Так что на достигнутом, конечно, останавливаться не будем, но, тем не менее, заслуги явно. В общей сложности мы запланировали в этом году за счет сил и средств, так как и муниципалитетов в целом по району, а также сил и средств застройщиков территории, что на территории района у нас появится до конца года порядка 2400 новых парковочных мест. То есть в настоящее время поступило указание губернатора Московской области о том, что все муниципалитеты подают данные о парковках, о своих, где они делают. Вот сейчас у нас территориальные отделения Минтранса будут выезжать и проверять то, какую отчетность мы даем. Но мы за свою отчетность, так сказать, правдивую особо не переживаем. То есть исключительно для нас самих будет интересно, что-то, может быть, там, что-то мы не учли, какие-то данные самим перепроверить в качестве контрольных органов. В общем, работа сейчас за последние две недели у нас будет такая, вот в части развития парковочного пространства. А что касается парковок вдоль дорог, вот непосредственно, да, то есть у нас проведена же реконструкция улицы Краснознаменской, вот. Мы создали три больших парковочных кармана, поскольку улица Краснознаменская, это у нас не только у ИСК Подмосковья, у нас еще и... А и новый дом создается сейчас живой? Да, новый дом социальный, плюс еще территория больницы, то есть исключительно социальная улица, очень большой пропускной пассажиропоток по ней проходит, и плюс, в том числе и общественный транспорт по ней двигается. Она нуждалась в расширении, нуждалась в расширении и замене дорожного покрытия. Вот, конечно, не обошлось без, как сказать... Без трудностей. Без трудностей в реализации этой улицы, поскольку скорость и темп ее был приурочен к дню города, но, к сожалению, не успели. И вследствие этого возникли определенные от подрядных организаций сюрпризы. Мы недавно были с Координационным советом по делам инвалидов на объезде по существующим, по отремонтированным дорогам. Так вот, они нам выразили, так сказать, недоработку нашу. Высоту съездов с тротуаров недосмотрели. Мы уже будем работать в рамках гарантийных обязательств подрядчика по данным улицам. Спасибо, Максим Александрович. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях у программы «Диалог» сегодня начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Челковского муниципального района Максим Челкин. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут после небольшого перерыва. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Челковского муниципального района Максим Челкин. Еще раз добрый вечер, Максим Александрович. Продолжаем нашу беседу. Говорили мы о том, какие улицы у нас отремонтированы и в городском поселении Щелково, и в других поселениях. Вопрос вот сейчас такой. Говорили про улицу Центральную, улицу Краснознаменскую, где Краснознаменскую расширили. Центральную, в общем, тоже, да, тротуары сделали, новая разметка, бордюры и так далее. Но вот у многих наших жителей возникает вопрос. Была вроде плитка на пешеходной зоне, да, то есть на тротуарах, поменяли вроде как опять на асфальтобетонное покрытие. Покрытие с чем это связано? Ну, вернулись к асфальтовому покрытию ввиду недолговечности плиточного покрытия. То есть возможность получить травму у людей была гораздо выше на плитке, поскольку отдельные ее части выбивались. Люди там запинались, падали. Ну, с асфальтом проще. Появилась яма, ее устранили, да, особенно на тротуаре. Вот, а плитка затем со временем началась истираться, и процент разрушения становился все больше и больше и больше. Поэтому было принято такое решение о том, чтобы от нее на этих улицах отказаться и восстановить асфальтобетонное покрытие. Вот к чему это все привело. Асфальт появился, с плиткой еще будем работать. Понятно. Ну, в общем, с плиткой мы будем работать еще, насколько я знаю, конечно, на пешеходных зонах. И, наверное, главным объектом, о котором мы говорили в течение всего года, который сдали годню города и района, это, конечно, благоустройство парковой улицы, которая еще не закончена, но, тем не менее, уже пришла в очень даже симпатичный, красивый вид. И предлагаю посмотреть через видеосюжет о том, какой стала парковая улица, вот буквально месяц не большим назад. Несомненно, главным подарком жителям Каднющелковского района и города Щелково стала реконструкция улицы Парковой с созданием на ней пешеходной зоны. И хотя горожане могли пользоваться новым променадом уже в процессе строительства, окончательный вид Парковая приобрела непосредственно к церемонии открытия. Парковая является продолжением задуманного несколько лет назад пешеходного центра. Набережная Юности, набережная Серафима Саровского, старый мост, реконструированная в прошлом году площадь Ленина, которая теперь переходит в пешеходную улицу Парковую. Усилиями властей в Щелкове становится все более удобно жить. Улица Парковая, посмотрите, от жителей, самое главное, от жителей, мы сейчас слышим только слова благодарности. Здесь удобно общаться, здесь удобно прогуливаться, здесь удобно заниматься спортом. Мне кажется, эта улица, она является еще одной такой точкой роста для современного качественного благоустройства в нашем городе. Ну, у меня вопрос такой, пешеходы довольны, жители довольны, но не пострадали ли автомобилисты от того, что улица стала пешеходной? И вообще, дальше как будет развиваться вот это строительство? Нет, автомобилисты не пострадали. Еще на стадии обсуждения проекта у нас в администрации собирались комиссии, в которых было привлечено очень много разнопрофильных специалистов, в том числе и специалистов дорожного хозяйства. Улица Парковая была сделана таким образом, движение, которое сейчас на части пешеходной улицы, зона так, чтобы все желающие из многоквартирных домов смогли выехать также на улицу, либо у них имеется альтернативный вариант проезда через дворы. Поэтому неудобство, такое, какое оно могло быть, если бы полностью улица была бы перекрыта, его удалось избежать. Даже для дома Парковая 4 предусмотрели кольцо для того, чтобы жители дома Парковой 4 могли заезжать в своему дому. Также реконструкция произошла не только первого участка улицы Парковой, но у нас также запланировано, поскольку эта улица у нас центральная, видовая, мы еще запланировали и в настоящее время начали реализовывать внутриквартальные проезды по улице Парковой. Это вот у дома 3, 4, 5, 7 и 11. То есть там в ближайшее время также будет заменено асфальтовое покрытие, появятся новые парковочные места, и даже если также жители и гости города будут, так сказать, отклоняться от маршрута по улице Парковой, а зайти по каким-то делам или вообще, в принципе, прогуляться по местности, они также увидят благоустроенные дворы, прилегающие к этой улице. Надеюсь, работы сейчас мы уже начали, и максимально в короткие сроки их закончить. Максим Александрович, буквально в конце прошлой недели на сайте администрации Щелковского района был опубликован план благоустройства территории района в будущем году, в 2017-м, ну и, в общем, там достаточно много пунктов посвящено и дорожному хозяйству. Вот хотелось бы от вас услышать более подробно, какие дороги планируются отремонтировать, я не знаю, расширить, ну, построить, конечно, это сложно говорить, и в будущем году. В настоящее время мы только формируем план, с учетом того, что мы делаем в нынешнем году, формируем план следующего года. То есть мы запросили от сельских и городских поселений желания, пожелания от них, также учли то, что мы отремонтировали в этом году, и какие улицы соприкасаются с теми, которые еще не отремонтированы. Ну вот, в частности, чтобы не забегать далеко вперед, хотелось бы отметить, что на следующий год у нас попадает под план ремонта такие улицы проблемные, как Ватутино, Некрасово-Школьная, Краснофлотская, ну и, можно сказать, улица Неделина. Про остальные улицы я пока говорить не буду, то есть эти улицы у нас однозначно попадут в план ремонта, ну и еще с очень большим процентом вероятности, скажем, что 100% у нас будет улица Пустовская. А пока таким образом, больше увидите чуть позже, поскольку сейчас идет осмечивание, дефектовку мы произвели, сейчас осмечиваем, посмотрим, на какую сумму выйдем, от этого уже будет зависеть именно количество улиц, которые попадают в этом году. Точно так же, можно сказать, и по городским, и сельским поселениям, то есть администрации предоставили на основании заявлений жителей обращения на портал Добродел и обращения личных жителей главным руководителем администрации. Ну вот сейчас это все считается, и в ближайшее время, я думаю, уже на следующей неделе мы сформируем полностью в соответствии с проектом нашего бюджета и нашими возможностями план работ на следующий год. Максим Александрович, на недавнем заседании Совета депутатов городского поселения Щелково был рассмотрен вопрос, ну и соответственно утвержден, да, о передаче полномочий по ремонту городских дорог из поселения в район. С чем это связано, не могли бы пояснить? Это больше было связано с тем, чтобы реализовать программу ремонта военных городков, бывших военных городков, поскольку нам все денежные средства, благодаря всяким разным бюрократическим проволочкам, они все-таки были зачислены на Щелковский муниципальный район, а объекты у нас в городе Щелково в том числе, поэтому пришлось пойти на такую короткую передачу полномочий. Я хотел бы отметить, по конкретным объектам, подлежащим ремонту, то есть не все улицы мы передали, да, там, а именно конкретные объекты и до конца года. В общем, с точки зрения разделения бюджетов с 1 января все будет по-прежнему. Это касалось в части улиц... То есть это касается только бывших военных городов? Это улица Беляева, Супруна, Институтская, вот эти все улицы, Стефановского. Эти улицы, они у нас в этом году были отремонтированы. Хотел бы отметить, в кратчайшие сроки. А также мы произвели ремонт до КПП «Звездного городка». Затем мы произвели ремонт подъездной дороги к части ВДВ в Медвежьо-Озерском. В Новом городке. Да, 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 в Новом городке. В Новый городок это вообще отдельная тема, как говорится, для разговора. Вот, его по программе, его удалось практически... Ну, весь объем замены асфальтного покрытия, он туда вошел. Ну, практически заменили весь борт, камень, и заменили весь асфальт. Работа там еще не закончена, к сожалению, но они уже на последней стадии. Вот, там, дом 1, 10, 13. До конца года сделаны. Да, ну, нам подрядчики на следующей неделе обещают там начать работы по асфальтированию, но посмотрим и будем надеяться, что обещание будет выполнено. Вот. А в целом, по военным городкам, да, у нас они разделились на несколько частей. Это была программа разделена, это подъездные дороги, которые мы отремонтировали, которые я уже сейчас назвал. Затем у нас были внутриквартальные дороги и проезды по Щелково, по микрориену Чекаловский. Там мы отремонтировали 15200 квадратных метров. Вот, закрыли много наболевших вопросов, в частности, Жуковского 2,4, где постоянно скопливалось лужи, там, все-таки... Это уже дворовая территория. Да, дворовая территория, внутриквартальные проезды, да, так называемые. Вот, осталось там еще с тротуаром вопрос решить, и я думаю, жители уже не будут тонуть после дождей в той огромной лужи, которая у них собирается. По улице Беляева 31 тысяча квадратных метров. Практически все внутриквартальные проезды улицы Беляева, которые в том числе выходы из подъездов, вот эти зоны проезда и выхода из подъездов были полностью отремонтированы. Вот, как я уже говорил, новый городок, это 20 тысяч квадратных метров, также уже работы уже заканчиваются. Вот, работы ведутся в Монино, у них там 15-1800 тысяч квадратных метров. И еще 15 тысяч квадратных метров именно самих непосредственно дорог. То есть, всего у нас по программе восстановления инфраструктуры военных городков в этом году 142 тысячи квадратных метров. Огромнейший объем, кратчайшие сроки, вот, поэтому нам не удалось включить, по большей части из-за этого, короткие сроки производства работ, плюс небольшие проблемы с работами капитального характера. Поэтому нам не удалось включить устройства новых тротуаров, устройства новых парковочных мест, работали только с существующими. Но на следующий год эти вопросы, я думаю, мы решим. Включим уже, где на той же Беляево, там необходимы новые тротуары и новые парковочные места. Там очень большой дефицит парковочных мест. С ними будем работать так же, как и в микрорайоне Чакаловском. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Слушаем вас, говорите. Алло. Да, да, говорите. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, меня интересует, когда будет отремонтированной частью дороги по улице Беляева от дома 23А до 30А дома. Вы нам в 2014 году обещали, есть письма от вашей организации, что в 2014 году вы нам почините ее. Значит, есть письмо от Добродела, где вы ответили, это уже в 2016 году, что вы к концу года нам ее отремонтируете. В данное время дорога не отремонтирована, и по суде по обстакану, вот, да, так и не будет отремонтирована в этом году. Спасибо за вопрос, да, что-то немножко у нас проблемы со связью. Ну, в общем, понятно, да, Беляева 23 и вокруг. Да, там сложность, ну, не сложность, вопрос там мы решили таким образом, то есть за 30-м домом мы сделали новый внутриквартальный проезд, для того, чтобы можно было к дому обратившегося в данный момент проехать через внутриквартальный проезд, а не по дороге общего пользования. В связи с чем? То есть, а также это в связи с тем, что с денежными средствами, с количеством денежных средств. То есть, либо мы делали дорогу, да, у нас бы это обошлось в определенную сумму, да, под которую нам приходилось подгонять, либо мы сейчас сделали внутриквартальный проезд, который существенно улучшит возможность тех же всех спецслужб доехать до этого адреса, поскольку еще отсутствие ремонта на данном участке образуется тем, что там у нас идет промзона, то есть до промзоны в данный год нецелесообразно было проводить работу просто ограничились внутриквартальным проездом, но он тоже выполнен в бордюрном камне, новый совершенно асфальт, очень просто и легко проехать любой спецтехнике и в том числе жителям этого дома. То есть, конечно, не все, не все объемы удалось в этом году реализовать по программе восстановления инфраструктуры военных городков, но программа трехлетняя, вот. И этот участок дороги, мы, несомненно, будем его вносить в план ремонта на семнадцатый год. Если позволить финансирование, то мы, конечно, его выполним. То есть, нам нужно было закрыть горящие участки, вот. И надеюсь, что нам это все-таки удалось. Ну, вот такой вопрос. Мы вот в основном говорили сейчас, конечно, о городских поселениях большинство своем, но не стоит забывать, что в районе у нас около сотни и еще и сельских поселений, я имею в виду, деревень и сел, и не все из них, конечно, расположены рядом с дорогами федерального и регионального значения. Как решается содержание, эксплуатация, ну и ремонт дорог в сельской местности? В сельских поселениях Щелковского района полномочия по ремонту содержания дорог осуществляет Щелковский муниципальный район. Контракты на содержание до конца года нами разыграны. Работа сейчас ведется в том числе и по зимнему содержанию ввиду погодных условий. То есть, городские поселения у нас, они в этом плане более самостоятельные полномочия по содержанию, ремонту дорог, а находятся у них. А также городское поселение Загорянский, Фрянова, Монина, за исключением городского поселения Сверловский, это самостоятельные у нас территориальные единицы. Но в части подготовки к зиме на поселениях мы провели смотр техники, как 13 числа, текуя, октября, мы провели на территории войска Подмосковья осмотр техники города Щелково. Семен Александрович, давайте нашим зрителям, раз уж вы говорите, давайте проиллюстрируем картинку, как мы говорим, посмотрим небольшой сюжет на эту тему, а потом вы закончите эту подготовку к зиме. Давайте посмотрим репортаж. Настоящий парад проходит на парковке спорткомплекса Подмосковья. Нет ни военной техники, это бойцы другого фронта. В грядущие снегопады им предстоит пробираться туда, куда пешеходы не пройдут и уж тем более не проедут автомобили. Готовность снегоуборочной техники к наступающим холодам проверила администрация Щелковского района. На страже чистоты города Щелково в зимний период будет стоять более 30 единиц техники. Из них порядка 20 отвечают за уборку дорог по всему Щелковскому району. В этот раз не должно быть проблем с уборкой тротуаров, так как будет задействовано достаточное количество небольших тракторов. Еще 7 единиц крупной уборочной техники планируют закупить в ближайшее время. Очень важный период предзимней уборки – это проверка готовность техники и персонала к работе. В принципе, сегодня удовлетворен. Мы проверяли параметры наличия техники, справленность техники, готовность персонала и наличие, план заданий, карта схемы уборки. Схема уборки – вещь абсолютно незаменимая. Она закреплена непосредственно за единицами техники, так что в случае внезапного снегопада сотрудники предприятия «Дороги и транспорт» полностью готовы к автономной работе. Ну как стоит, верите последним словам. Снегопад уже начался, готовы. Готовность была отмечена как очень высокая. Как я уже говорил, что мы провели смотры техники. 13-го у нас был в Щелково. 21-го мы провели на территории городского поселения Загорянский. 26-го мы просмотрели Фрянова. Что хотелось бы отметить, что в этом году мы проверяли не только саму технику на работоспособность, а также проверялись наличие у непосредственно водителей схем уборки территории, поскольку прошлые периоды охарактеризовались тем, что трактора КДМ-ки выезжали, и по собственному усмотрению у нас водители производили уборку. На глазок что-то. Да, получалась путаница. По два раза техника проходила по одним и тем же местам. То есть в этом году решено было исключить окончательно. Проработали, проверили. Все действительно сельские, городские поселения у нас все отработаны. Этот вопрос. Также мы проверяли наличие договоров на покупку песко-соляной смеси. До конца следующей недели мы проверим ее фактический завоз на места складирования, которые также были определены по становлению городских поселений, также по становлению Щелковской администрации. Места снегосвалок мы посетим, посмотрим, каким образом подъездные пути организованы. Где-то, может быть, даже каким образом организован прием этого будущего снега. Что хотелось бы отметить, у нас на территории района в общем муниципальной техники. У нас будет порядка 50 единиц обслуживать. Дороги регионально... Хватит на все места? Должно хватить. В прошлом году было меньше. Еще мы сейчас работаем с главным управлением дорожного хозяйства по закупке техники. И еще, в частности, в Щелково мы ждем еще один грейдер и фронтальный погрузчик. И еще трактор МТЗ с отвалом и щеткой. Также городские поселения, в том числе, закупают технику. Объем, так сказать, небольшой, но он продиктован и условиями софинансирования, и условиями поставки. Ну, будем надеяться, что зимой у нас дороги будут так же хорошо выглядеть, как и летом. Чем мы могли убедиться в этих репортажах. Спасибо вам, Максим Александрович, за беседу. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Щелковского муниципального района Максим Пчелкин. Итак, это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!